МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продолжает дело по ТикТоку. Минюст США ускоряет дело по ТикТоку. Чем закончится данная ситуация и данный спор между Китаем и США, будем говорить и обсуждать в сегодняшнем выпуске. Тегеранская фондовая биржа приостановила работу до дальнейшего уведомления, сообщил член Совета директоров биржи Рыза и Вазло. Также связано это с трагической гибелью президента Ирана Ибраима Раисей. Фондовая биржа будет закрыта сегодня и еще на несколько предстоящих дней до официального уведомления. Приводят слова и Вазло агентство Тасним. О гибели президента Ирана стало известно утром 20 мая. Вместе с Раисей на борту потерпевшего крушения вертолета находились еще 7 человек, пишет Тасним. Цена на сырую нефть начала неделю с роста. Так, трейдеры отреагировали на новости о гибели президента и министра иностранных дел Ирана. Так, согласно данным утренних торгов, стоимость июльских фьючерсов нефтеталонной марки Brent на лондонской бирже составила 84 доллара 8 центов за баррель. Черное золото американского сорта WTI достигло 80 долларов. Верховный лидер Ирана также уже обратился с заявлением к нации и заверил, что никаких сбоев в текущих государственных делах не произойдет. Конечно, с началом торгов можно ожидать определенные колебания стоимости нефти на бирже, но тем не менее, вряд ли новости из Ирана о гибели президента приведут к каким-то большим скачкам или долгосрочным трендам изменения цен на нефть. Потому что сама по себе эта трагедия, она никак не влияет на объемы производства, на экспорт нефти из Ирана. То есть, энергетическая стратегия Ирана тоже не поменяется. Но единственная возможность для изменения цен, для действительно важных последствий для них нового рынка, это если бы Тегеран, если бы власти Ирана начали трактовать эту авиакатастрофу как вмешательство третьих сил. Эту же тему мы сейчас обсудим и будем продолжать говорить о ней с Рамином Рзаевым, профессором. Он с нами на связи. Приветствую вас, господин Рзаев. Здравствуйте. Основные нефтяные марки прибавили в цене в среднем полпроцента на фоне новостей о гибели иранского лидера. И здесь речь идет о Brent 8439 и WTI также сосредоточилась на отметке 80 долларов 29 центов. ТРТ, турецкое агентство, пишет о том, что это рекорд мая для Brent. Как вы думаете, насколько продолжительным будет влияние этого внешнего события на цены на нефть? Я не думаю, что будем наблюдать капчукообразный процесс в этой связи. Да, трагические события, конечно, такого государства, как Исламская республика Иран, это изрядно вон выходящие события, но я не думаю, что это слишком сильно повлияет на мировые цены на нефть. Вы знаете, что основными концептами рынка являются спрос и предложения. Иран, как один из крупных поставщиков нефтепродуктов на мировой рынок, он сохраняет свои позиции. И я думаю, что сейчас, когда его пост покойного президента Раиси Данил, его первый вице-президент Мохпер, я думаю, что предложение на рынке не будет сколь значимо уменьшено. Иран как добывал в день 4,42 миллиона баррелей, так и будет продолжать наращивать. Во всяком случае, его выработка будет в окрестности этого значения. Хочу напомнить, что Иран является активным участником ОПЕК, где сейчас на ведущих позициях находится Саудовская Аравия, которая более 10 миллионов баррелей в день добывает нефть. Так что я не думаю, что смерть президента Ирана сильно повлияет на мировые цены на нефть. Да, конечно, каждая биржа, она очень чувствительна к факторам, в том числе и политическим факторам. Но я не считаю, что в ближайшее время именно из-за этих событий мы будем наблюдать резкий рост, скачок цены на нефть. Фактически есть другие инструменты, которые регулируют мировые цены на нефть. Допустим, та же самая Россия в составе группы ОПЕК-плюс всегда договариваются о квотах для того, чтобы контролировать цены на мировом рейке на нефть. Наряду с этим событием еще было известно, что наследний принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман тоже отложил свой визит в Японию. Он должен был начаться 20 мая. И вот в качестве причины приводятся проблемы со здоровьем. Но, тем не менее, действительно, как вы и отметили, не будет сильно долгое продолжительное влияние оказывать инцидент в Иране. И даже если это будет, то вот уже 1 июня, то есть через неделю с половиной, должны встретиться организации стран экспортеров нефти, их союзники ОПЕК-плюс. Будет встреча, где вновь будут обсуждаться, что и как быть с ценами на нефть и с добычей нефти. Вместе с тем, сейчас вот ТикТок намерен судиться с США, Минюст США, ускоряет все процессы, связанные с этой компанией. И ТикТок также заявляет о том, что будет подавать в суд на американское правительство. Чего может, как коммерческая компания ТикТок добиться в этом деле? Коммерческая компания апеллирует к первой поправке Конституции Соединенных Штатов Америки, Конституции Джефферсона, которая гласит о свободе слова, вероисповедании, собрании и еще там несколько других пунктов есть, по сути говоря. Но Джон Байден уже подписал законопроект. Более того, Конгресс, Нижняя палата парламента, Конгресс Соединенных Штатов Америки одобрил этот законопроект. Проблема заключается в том, что Соединенные Штаты Америки требуют вывода, вернее продажи компании Байденц, для того, чтобы вывести ее из юрисдикции Китайской Народной Республики, апеллируя к тому, что это очень негативно влияет на подростковое поколение в Соединенных Штатах Америки. Я, пользуясь случаем, хочу сказать, что еще есть так называемая легкая версия TikTok Lite, приложение TikTok, которое активно сейчас внедряется на европейском пространстве в Евросоюзе. Недавно Франция и, по-моему, Испания подключили эту сеть в свои инфраструктуры. Еврокомиссия тоже рассматривает вопрос о лишении лицензии на территории Евросоюза действия этого продукта, этого предложения. Апеллирую к тому, что TikTok Lite – это такая меньшая версия TikTok, которая не требует больших данных от потребителя. И, по сути говоря, внедряется в подростковое поколение, разлагая его, не отлучая его от основных занятий, от дальнейшего продвижения, развития. По сути говоря, в этом есть какой-то, не какой-то определенный результат, потому что происходит на наших глазах, происходит естественный отбор. Надо это говорить прямо. Подростковое поколение заражено этими социальными сетями, этими предложениями. И когда я говорю про естественный отбор, я имею в виду, выживут сильные, мотивированные подростки, а все остальные, которые не будут заниматься непосредственно своими обязанностями, учиться и развивать свои профессиональные будущие навыки, они останутся на обочине развития. 21 века – это век знаний, это век цифровых навыков и многого чего другого. Поэтому происходит посредством вот таких приложений, как TikTok и Ижи с ним, происходит так называемый естественный отбор. Если помните, в средние века чума уносила миллионы людей. Сейчас, когда люди, человечество побороло большинство болезней в качестве такой вот болезни массового эпидемии, я считаю, что вот наличие таких вот приложений, как TikTok и Ижи с ним. Еще раз говорю, это очень сильно влияет на развитие подросткового поколения, на генерацию следующих поколений. Потому что это отвлекает от главных судьбоносных дел, прежде всего. Вы знаете, тот же самый TikTok Lite, он предлагает некий подробностей. Господин Розаев, связь у нас прервалась. Как отметил гость, действительно, несмотря на то, что сейчас ведутся диалоги и переговоры по поводу того, чтобы запретить TikTok на территории США, тем не менее, даже в Соединенных Штатах есть и среди американских чиновников и бизнесменов те, кто хотят и стоят даже в очереди на то, чтобы купить активы данной компании. Один из них как раз это бизнесмен Фрэнк Маккарт, который заявил о планах подавать заявку на покупку активов. Продолжаем выпуск. Сельское хозяйство – один из приоритетов экономической хеополитики Азербайджана. Значимость данной отрасли в особенности подчеркивается на фоне современных глобальных вызовов, созданная государством инфраструктура, система орошения, финансовая поддержка аграрного сектора, льготы и субсидии создают благоприятные условия для развития отрасли. В этом контексте важная роль отводится агропаркам как эффективному механизму развития. Агропаркам отведена значительная роль в сельскохозяйственном секторе Азербайджана, поскольку они обеспечивают высокую урожайность и технологическое земледелие. Общая площадь агропарков по всей стране превышает 66 тысяч гектаров, а вложения в них в целом достигли 1 миллиарда 200 миллионов монатов. Инновационные подходы современной технологии, применяемые в таких сельскохозяйственных кластерах, позволяют достигать урожайности вдвое выше среднего показателя по стране. Это существенно увеличивает объёмы производимой сельскохозяйственной продукции и обеспечивает продовольственную безопасность. В целом по стране в настоящее время функционирует 22 из 24 агропарков. В двух ведутся строительно-монтажные работы. Шесть агропарков специализируются в области животноводства, шесть плодотоводства, одиннадцать земледелий, один в сортировке, упаковке и логистике. В крупнофермерских хозяйствах и агропарках Азербайджана используются современные ирригационные системы. И в будущем их применение расширится. 72% от общего количества агропарков уже оснащены современными ирригационными системами, благодаря чему мы являемся свидетелями достижения очень высокой производительности. В зарегистрированных в Азербайджане агропарках планируется трудоустроить на постоянной основе 5 тысяч человек. В настоящее время постоянной работой обеспечены более 2600 сотрудников, а на сезонных работах задействовано до 4300 человек. В будущем планируется создать более 2300 дополнительных постоянных рабочих мест. Между тем, правительство предпринимает меры для привлечения инвестиций в развитие промышленных и сельскохозяйственных зон страны. Для этого введен ряд привлекательных льгот и преференций для инвесторов. К этой сфере в стране применяются очень серьезные льготы и субсидии. Благодаря этому в настоящее время агропарки получили льготы на сумму до 147 миллионов монатов, из которых 131 миллион монатов включают льготные кредиты, выделенные фондом развития предпринимательства на создание 14 агропарков. Кроме того, применены таможенные льготы и льготы по налогу на добавленную стоимость при импорте техники, технологическом оборудовании и сооружении. В общем, на 16 миллионов 100 тысяч монатов. Агентство по развитию экономических зон приглашает предпринимателей воспользоваться возможностями, предоставляемыми индустриальными парками на освобожденных территориях. Здесь складываются уникальные условия для роста и развития бизнеса, способствуя экономическому восстановлению и процветанию региона. Так, в промышленном парке «Экономическая зона», «Араская долина» и в Агдамском промпарке предусмотрен дополнительный режим поддержки. Импорт товаров, материалов и сырья для предприятий в этих кластерах освобожден от НДС на 10 лет. Предусмотрены льготы по коммунальным услугам для предпринимателей, занятых производственной деятельностью на освобожденных землях. Также расширен доступ к денежным ресурсам для бизнеса, работающего на этих территориях. Усилена господдержка. Льготы нацелены и на привлечение высококвалифицированных кадров для работы в этих районах. Агентство создало два индустриальных парка на освобожденных территориях. Агдамский площадью 190 гектаров и экономическую зону Арасской долины в 200 гектаров. Что касается Агдамского промпарка, отмечу, что по статистике за первый квартал 2024 года на сегодняшний день 21 субъекту предпринимательства предоставлен статус резидента и шести субъектам статус нерезидента. Общая инвестиционная стоимость 27 проектов достигла 195 миллионов монатов. Это означает создание более 1800 постоянных рабочих мест. На данный момент 300 человек уже трудоустроены на постоянной основе. Интерес предпринимателей к Агдамскому индустриальному парку достаточно высок. Он занимает второе место в стране по числу резидентов после Сумгаицкого химического промпарка. В экономической зоне Арасская долина 10 предприятий получили статус резидента и одно предприятие статус нерезидента. Инвестиции в 11 проектов превышает 70 миллионов монатов. Это, в свою очередь, означает обеспечение постоянной работой 700 человек. Приоритетные направления в обеих промзонах охватывают очень широкий спектр. Вышеперечисленные меры создают благоприятный инвестиционный климат в промышленных и сельскохозяйственных зонах Азербайджана. Это позволяет инвесторам воспользоваться значительными налоговыми и финансовыми льготами. Преференция также способствует созданию рабочих мест, росту и устойчивому развитию экономики. Страна стремится привлекать отечественный и иностранный капитал для реализации своего экономического потенциала и повышения конкурентоспособности на региональном и мировом уровнях. В продвижении развития агроотрасли с начала этого года заметного успеха добился Китай. Причем в этой области страна действует в соответствии с концепцией зеленого развития. С тех пор, как три года назад в КНР началось экспериментальное внедрение зеленого сельского хозяйства, в стране появилось множество поставщиков соответствующих сельскохозяйственных услуг и технических средств. Правительство выделило почти полтора миллиарда долларов на развитие зеленого земледелия в трехстах уездах животноводческих провинций, в районах производства зерна и овощей, а также в ключевых зонах экологической защиты. В настоящее время в Китае разработано 10 методов использования отходов, которые применяются на 4 миллионах гектаров сельхозугодий. Так подготовлено 2,5 тысячи поставщиков, способных превращать навоз в удобрение. Они обслуживают 890 тысяч фермерских и сельскохозяйственных предприятий. Мы продвигаем легкие, простые и практичные методы использования навоза в сельском хозяйстве по культурам и регионам. Мы улучшили механизм согласования интересов между фермерскими хозяйствами, поставщиками услуг и растениями водами. Также усовершенствовали систему комплексного контроля за сбором, утилизацией и использованием животноводами навоза, чтобы его можно было использовать для земледелия на полях, расположенных в непосредственной близости. В рамках национальной инициативы по защите чернозема Пекин внедряет систему запашки и севоборота, что отражается на постепенном улучшении качества земель. К настоящему времени в Китае обработано более 66 миллионов гектаров высококачественных угодий. В то же время прилагаются усилия по развитию водосберегающего сельского хозяйства. Площадь земель, охваченных такой практикой, достигла почти 40 миллионов гектаров. Также в координации первичной переработки, использовании и утилизации побочных продуктов страна добилась устойчивого прогресса. Китай намерен и дальше укреплять соответствующие механизмы и внедрять технологические инновации по развитию. Экономика Польши в настоящее время не готова к переходу на евро. Министр финансов Анжей Даманский в эфире ТВН-24 оценил вероятность смены валюты в стране. Причины, по которым Польше невыгодно отказываться от злотого, рассмотрим в следующем сюжете. Согласно условиям договора о присоединении к Евросоюзу, Польша должна когда-то перейти на единую европейскую валюту. Определенной даты введения евро в Польше нет. Похоже, и сама Варшава пока не торопится отказываться от национальной валюты. Переход Польши на евро уже давно обсуждается в среде польских экономистов, политических элит. Но в ближайшее время это маловероятно, так как польская монетарная политика, часто ее еще называют злоттоцентризм, основывается на использовании национальной валюты злотого для поддержания темпов экономического роста. Так как отказ от злотого, переход на евро будет означать утрату части монетарного суверенитета. Монетарный суверенитет является краеугольным камнем польского экономического чуда и польской модели роста. Для перехода на евро необходимо одобрение не менее двух третей Сейма. Это нужно, чтобы внести поправки в Конституцию, меняющую официальную валюту. Как отмечает эксперт, естественно, что польский центральный банк координировал свою политику с европейским регулятором. Мягкая монетарная поддержка, расширение денежного предложения, достаточно низкие процентные ставки, при этом сохранение монетарного суверенитета в части эмиссии, выпуска денег, создание новых денег для экономики, покрытие дефицита бюджета. Все это и претворяется в то, что мы называем польским экономическим чудом и злоттоцентризмом. Ну и фактически это проявляется даже на микроуровне. Поляки, они цены, фактически все цены, они определяют в злотых, они в евро. И даже если и польские трудовые мигранты рассказывают у себя на родине о своем уровне доходов, например, в Британии, то они называют зарплату не в фунтах стерлингов, а в злотых. На днях министр финансов Андрей Думаньский в интервью местным СМИ призвал быть реалистами. По его словам, факты показывают неготовность польской экономики к принятию евро. В момент, когда в мировой экономике проблемы, злотый теряет стоимость, благодаря чему польский экспорт начинает быстро расти. Во время сильного финансового кризиса страна избежала рецессии. На определенных этапах девальвация злотого поддерживает польский экспорт. Злотый можно рассматривать как стабильную валюту, отмечает эксперт. На некоторых периодах, особенно на точках глобального экономического кризиса, на периодах экономического спада на мировых рынках сбыта, небольшая плановая в рамках определенного коридора девальвация злотого оказывает поддержку польскому экспорту. Ну и плюс такая достаточно экспансионистская монетарная политика, связанная с постоянным расширением денежного предложения на внутреннем рынке, создание новых денег. Это тоже является частью польской экономической модели. По оценке Минфина Польши за последние 20 лет членство в ЕС принесло стране более 161,5 миллиардов евро. Ведомство подсчитало разницу между выделенными Брюсселем деньгами и взносами самой Варшавы. Поддержка сообщества оценивается в 2,1% от польского ВВП. Из восьми стран регионов Польши, Литве и Словакии зафиксированы самые высокие темпы роста в период с 2004 по 2022 годы. В случае Польши этот рост достигает 39,6%. Членство в ЕС способствовало среднегодовому увеличению стоимости экспорта на 10%. Турция вскоре станет центром торговли голубым топливом благодаря развитию инфраструктуры, жиженного природного газа и новых источников поставок. Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар. По словам министра, Турция может дальше импортировать до половины необходимого ей газа в виде СПГ, что позволяет ей стать ключевым игроком на мировой газовом рынке. Турция в ближайшие годы автоматически превратится в центр газовой торговли по мере расширения инфраструктуры жиженного природного газа и дальнейшей диверсификации его источников. Об этом сообщил министр энергетики и природных ресурсов республики Альпарслан Байрактар. По его словам, за последние 8 лет Турция сделала столько инвестиций, что возможности предприятий по сжижению газа достигли 160 миллионов кубометров. Теперь Турция стала страной, которая может легко импортировать до половины нужного объема топлива в виде СПГ. Ранее в США были достигнуты договоренности о поставках СПГ. Есть договоренности с Азербайджаном об увеличении объемов поставок. Есть проект поставок туркменского газа в Турцию. Все это является составной частью идеи Центра международной газовой торговли. Трубопровод «Турецкий поток» является одним из важнейших турецких проектов диверсификации источников природного газа. Раньше мы получали часть газа из России, транзитом через Украину, Молдову, Румынию и Болгарию. Сейчас нет необходимости в таком транзите. И мы получаем этот газ напрямую через Черное море. Турция имеет коммерческую, техническую и юридическую инфраструктуру и очень хорошо функционирующую энергетическую биржу. Страна продает газ в Болгарию, Венгрию и Румынию. Все это превращает Турцию в центр газовой торговли. Теперь у страны планы увеличить объемы подземных хранилищ с 5,8 миллиарда до 12 миллиардов кубометров к 2028 году. Мы сможем хранить 25% газа в сжиженном виде. Турция продолжает считать стратегическим проект газового хаба. Чтобы его развивать, нам надо больше источников, надо расширять возможности прокачки на экспорт в Болгарию, Грецию. Возможно, с Ираком откроются какие-то возможности. Предприняв все эти шаги, мы автоматически станем центром газовой торговли. По словам Байрактара, собственная добыча газа и других энергоресурсов не столь уж необходима непосредственно для работы центра газовой торговли и энергетической биржи. Важнее использовать собственные энергетические ресурсы, газ, нефть, источники возобновляемой энергии. Но с другой стороны, крайне важно максимально диверсифицировать импорт, отметил министр. К примеру, азербайджанский газ поступал в Турцию по двум отдельным линиям. Теперь будет третье. Это газопровод Игдыр-Нахчеван. Самира Рзаева, Сабина Мурадова, CBC. О ценах на нефть в рамках выпуска мы поговорили, а сейчас взглянем на американские фондовые индексы и цены на золото. Самые крупные фондовые рынки мира демонстрируют рекордные значения. Об этом пишет Bloomberg. Подчеркивается, что 14 из 20 крупнейших фондовых рынков мира в последнее время обновили рекорды по абсолютным значениям. Так, индустриальный индекс Dow Jones на этой неделе впервые превысил отметку 40 тысяч пунктов. Индекс S&P 500 и NASDAQ также демонстрируют рекордные значения. И помимо США превзошли свои исторические максимумы или близкие к ним биржи Европы, Канады, Бразилии, Индии, Японии и Австралии. Причиной такой тенденции, пишет Bloomberg, является сокращение процентных ставок в здоровой экономике и высокие показатели корпоративных доходов. Агентство не указывает единой причины роста всех фондовых рынков. Так, в США в качестве основного двигателя экономического роста выступает компания, которая числится в S&P 500. И вот большую часть плюса принес производитель микрочипов NVIDIA. Цены на золото обновили рекорд в ходе сессии в понедельник. Достигли 2442 долларов за Труйскую унцию. Поддержку котировкам оказывают два снижения процентных ставок Федеральной резервной системы из США в этом году ожидаемые. И усилились эти ожидания после выхода новых статистических данных на прошлой неделе, которые оказали на замедление инфляции. И кроме того, трейдеры обратили повышенное внимание на защитные активы после новостей о гибели президента Ирана. На этом наш выпуск подошел к концу. Оставайтесь с нами и следите за экономической повесткой дня. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова